Однажды ранним солнечным утром Оливер, местный житель небольшого австралийского городка, отправился на прогулку по живописному холму, расположенному за его домом. Он часто бывал в этом тихом уголке природы, наслаждаясь спокойствием и чистым воздухом. Но в этот день его внимание привлекло нечто необычное. На земле, словно затерявшись среди травы и камней, лежало крошечное существо, едва заметное невооруженным взглядом. Оливер осторожно подошел поближе и с удивлением разглядел крохотное животное. Его маленькое тельце было ярко-красным, и казалось, что оно только что появилось на свет. Поэтому Оливер никак не мог понять, кто был перед ним, возможно это был новорожденный детеныш кошки или собаки. Однако было совершенно очевидно, что крохотное животное нуждалось в срочной помощи, так как оно выглядело очень слабым и едва дышало. Оливер бережно поднял крошечного детеныша на руки и поспешил домой. Там он положил зверька в углу на мягком одеяле и попытался напоить его теплым молоком из бутылочки. К счастью, детеныш с удовольствием выпил почти все предложенное ему угощение, после чего сладко заснул, согревшись на мягкой подстилке. Все еще не зная, что за существо он спас, Оливер на следующий день поехал в ветеринарную клинику, чтобы наконец получить ответы на мучившие его вопросы. Ветеринар с любопытством оглядел зверька, а затем шокировал Оливера неожиданной новостью, это был детеныш-кенгуру, который по какой-то причине остался без своей мамы. Обычно новорожденные кенгуру находятся в защищенном и теплом материнском кармане, пока достаточно не окрепнут, чтобы выбраться оттуда самостоятельно. Но вот этот детеныш почему-то оказался один на холме, без материнской заботы. Возможно, напуганная чем-то мать-кенгуру выбросила его из своего кармана, чтобы спастись самой. Такое случается крайне редко, но, к сожалению, детеныши-кенгуру, лишившиеся материнской опеки, практически обречены на гибель. К счастью, маленького зверька вовремя заметил Оливер, иначе его точно ждал бы печальный конец. Ветеринар также рассказал, что кенгуру – это уникальные сумчатые млекопитающие, обитающие только в Австралии. Их поразительной особенностью является способность новорожденных детенышей практически сразу после появления на свет ползти к материнскому карману, где они и продолжают свое развитие. Это невероятно умные и выносливые животные, которые легко приспосабливаются к жизни в суровых австралийских условиях, однако детенышам первое время нужны особенные забота и уход, которые у обычного человека отнимут много времени и сил. Выслушав рекомендации ветеринара, Оливер ничуть не испугался. Он твердо решил взять судьбу детеныша в свои руки и самостоятельно выходить его. Мужчина был готов обеспечить зверьку все необходимое – специальную молочную смесь, уют и заботу. Оливер понимал, что ухаживать за кенгуру будет гораздо сложнее, чем за обычными домашними питомцами, но он был полон решимости спасти крохотное создание. На протяжении нескольких месяцев Оливер неустанно присматривал за своим необычным питомцем. Мужчина кормил его теплым молоком из специальной бутылочки, согревал на мягких одеялах и внимательно следил за его развитием. К счастью, несмотря на опасения ветеринара, старания Оливера увенчались успехом. Маленький кенгуренок значительно подрос, его лапки окрепли и вскоре он уже с легкостью передвигался по дому, следуя за своим спасителем. Оливер относился к кенгуру не просто как к домашнему питомцу, а как к полноправному члену семьи. Мужчина очень привязался к этому удивительному зверьку и не представлял, что когда-нибудь сможет с ним расстаться. Однако в глубине души Оливер все же понимал, что кенгуру – дикие животные и их нельзя удерживать в неволе. Поэтому, когда кенгуру достаточно подрос и стал полностью самостоятельным, Оливер решил вернуть его в естественную среду обитания. С грустью, но и с чувством выполненного долга, Оливер отвез своего питомца к тем же холмам, где он однажды нашел зверька. Мужчина знал, что поблизости обитает большое стадо кенгуру, и он надеялся, что они примут его подопечного. Оливер нежно погладил животное по голове, прошептал несколько прощальных слов и отпустил его на волю. Оливер надеялся, что кенгуру, которого он спас, теперь сможет вернуться к своим сородичам и жить полноценной жизнью на воле. При этом мужчина был абсолютно уверен, что он больше никогда уже не увидит спасенное им животное. Прошло три года. Однажды ранним утром Оливер проснулся от необычного шума возле своего дома. Выглянув в окно, он был поражен увиденным, вокруг дома собралось большое стадо кенгуру, не меньше 20 особей. Среди них Оливер с радостью узнал того самого кенгуру, которого он когда-то спас и выходил. Животные подошли довольно близко к дому, словно желая поздороваться и поблагодарить Оливера за его доброту и заботу. Оливер помахал рукой своему старому знакомому, но старался не подходить к нему слишком близко, чтобы не напугать остальных диких животных. Стадо кенгуру пробыло возле дома Оливера некоторое время, а затем, словно по команде, они дружно направились обратно, в сторону холмов. Оливер долго с грустью и теплотой смотрел им вслед. Переполненный чувством глубокой признательности за то, что это удивительное животное не забыло его через три долгих года разлуки. Любовь и забота, которые он проявил к маленькому детенышу, похоже навсегда остались в сердцах Оливера и спасенного им кенгуру. Эта трогательная история стала для Оливера бесценным жизненным уроком, доказательством того, что несмотря на все различия, живые существа способны понимать и ценить доброту. Связь между людьми и животными, пусть даже представителями разных видов, может преодолевать любые барьеры. И однажды, в самый неожиданный момент, она может напомнить о себе таким удивительным и прекрасным образом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok